Владимир Рубцов, белорусский художник, яркий представитель экспрессионизма. Родился в 1936 году в деревне Марье на Гомельской области. Учился в Минском художественном училище на курсе известного белорусского живописца Акима Шевченко. С 1963 года работал в Бобруйске, член Союза художников СССР. Работы Владимира Рубцова находятся в Могилевском областном художественном музее, Бобруйском художественном музее, в частных коллекциях с рубежом. Картины Владимира Рубцова – это миры художника. Они поражают цветом и полны экспрессией. Когда глядишь на них, возникает чувство, что попадаешь в иное, неземное измерение. – Художник уникальный, посвятивший себя целиком без остатка живописи. Вот картина, которая прямо перед вами, «Распятие на Мольберте», вполне характеризует его отношение к собственному творчеству. Целиком без остатка – это художник-философ, субъективный идеалист, что тоже нечасто встречается. То есть человек, погруженный полностью в свой внутренний мир и отчерпавший сюжеты, темы для своего творчества, там, в глубине своих страстей, мыслей, философии. Поиск собственного стиля Владимир Рубцов начал еще студентом. Но даже в ранних его работах, написанных в суровом стиле, уже просматривается буйство страстей. Владимир Рубцов по его воспоминаниям пытался работать и излагать свои мысли в реалистической манере. И, судя по его студенческим работам, у него это очень здорово получалось. Однако появилась вот эта недосказанность, недовыраженность его мыслей. И, естественно, было обращение к модернизму. Он пробовал себя в разных модернистских стилях, пытался даже писать картины в стиле и Далии, и Пикассо, и Матисс, и многие другие. У него есть работы в стиле Петрова-Водкина. То есть он искал наиболее выразительные средства, пока в конце концов обрел свой индивидуальный стиль. Каждая картина художника – это отдельная философия, немного пессимистичная, где-то непонятная, но поражающая накалом страстей. Это экспрессионизм, и цвет здесь является главным языком, главным выразительным средством. Не следует искать сходство цветового между реальными предметами и тем, как они даны на картинах. Это способ видения художника, способ показать предмет или какой-то персонаж необычно, как он его сам понимает. А еще картины Владимира Рубцова удивляют своими размерами. В основном это огромное полотно с большим количеством образов. Как говорил сам художник, его живопись воспринимается с расстояния. Это дает возможность увидеть работу целиком. Вблизи видны лишь жирный мазок, цветовое пятно. Его живопись предусматривает вдумчивое восприятие. В работах художника нет случайных предметов и персонажей. Помещенные на холсте они обязательно несут смысловую нагрузку. Одна из главных картин Владимира Рубцова «Прощание с мастерской». Написана после переезда из старенького полуподвала в новое помещение. В ней художник словно подводит черту этапу жизни. Здесь нет логических связей, но она полна страсти и аллегорий. Главная фигура – пегас. Как символ его вдохновения терзаемый гигантским пауком, будничным миром, убивающим творческое начало. Главный символ творчества Владимира Рубцова – маятник. То ли отсчитывающий время, то ли колеблющийся между настроением художника. От пессимизма Пьеро к оптимизму Орликина. Как некие домовые, вот посмотрите, кричащий, кривляющийся Дали на работе. Минотавр и Пан – постоянные спутники его творчества. Минотавр здесь не страшное чудовище, а это одинокий затворник, который живет в лабиринтах души художника и олицетворяет вот эти страсти, которые красным цветом выделены, страсти буйные, которые обычно люди скрывают. Но Рубцов художник откровения, он их показывает. Любая работа Владимира Рубцова – тяжелый, длительный и загадочный труд. Но в этом суть и совесть художника, и без этого не понять его живописи.